По четвертый спортсмен из Узбекистана Вадим Минков. Добились еще и Юрий Чибан, сильный украинский канаист, Михаил Емельянов из Казахстана. Ну, что поделать, только 9 финальных дорожек, только 9 финалистов. Вот они, сильнейшие канаисты мира, готовятся. Я заметил, что все судьи-стартеры прибегают к одной и той же уловке. Ну, наверное, ловко это не назвать, и прекрасно об этом маневре словесном знают все спортсмены. Объявляется 10-секундная готовность до старта, и тут же дается старт. Открываются ловушки, да. Нужно уметь, конечно, попасть, иначе можно задержаться и уже никуда не уехать. Вот Дэвид Каль почему-то отсиживается сейчас сзади. И Мирончик, по-моему, захватил лидерство. Кроме Менькова, венгер Вайда и испанец Каль также не выходили лишний раз, как все остальные спортсмены на эту дистанцию, чтобы квалифицироваться, классифицироваться в финал. Ну, уж не знаю, хорошо это или плохо. На мой взгляд, у каждого свои способы подготовки и, может быть, как раз отсутствие соревновательной практики. Не для каждого спортсмена, особенно, как мне кажется, для молодых ребят, есть благо. Ну, вы знаете, мы знаем тактику Андреаса Дитмера, Меньков. А сенсация, сенсация первая, и квалификация, о которой мы уже говорили, хочет повториться. И автором этой сенсации может быть Вадим Меньков. Он идет, ну, не будем говорить пока на победу. Уверенно, уверенно. И еще больше половины дистанции, но идет, посмотрите, целый корпус Кануэ. Это все-таки сколько, 5 метров? Да, 5-20, Кануэ, одиночка. Но, знаете, не слишком ли сильно он, как говорится, руанул? Как бы... Я бы сказал, что остальные сейчас преследователи, они вот выставили... Да, вот Дэвид Каль, вот очень уверенно, да. ...не бросились за ним. И первым, вот, в погоню серьезно бросился сейчас Венгар. Нет, по-моему, Дэвид Каль, испанец. Да, 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 это Дэвид Каль, разумительно. А за ним идет как раз Атила Вайда. Конечно, Дитмир, вице-чемпион олимпийских игр 2004 года, не в лучшей кондиции находится. Да, это, наверное, вы уже заметили, потому что он стартовал на второй воде и сейчас идет последним. Не попал в финал на 500 метров, к сожалению. Какие-то проблемы со спиной в прошлом году уже, эта проблема возникала. Вот, ну, посмотрим. Пока узбекский спортсмен. Вот сейчас у нас на поддержку болельщиков Вадима Менькова, потому что он останавливается буквально на глазах. А ведь еще идти больше 250 метров. И вот теперь ясно, что начинают свое финишное ускорение. Да, Атила Вайда. Дэвид Каль и Атила Вайда. Мне кажется, между ними будет борьба за чемпионский титул. Несмотря на то, что Меньков пока остается впереди. Держится, держится. Молодец, молодец. Ну, посмотрим. Очень интересно. А как синхронно, красиво, в один такт. И абсолютно с одинаковой техникой, скоростью, мощью идут два, пока еще два основных финиша. Ну, вот Атила Вайда чуть-чуть посильнее делает отталкивание в конце грибка. Вот, и его лодка выходит вперед. Очень заметно. Но он сопротивляется, конечно, и испанец. Вот, осталось 750 метров. Лучший результат в квалификации имел венгерский канаист. Ну, вот он и впереди. И вот сейчас он уже становится лидером за 150 метров до финиша. Ну, молодец, Меньков. Все-таки результаты квалификации закономерно. Я имею в виду первые центральные три дорожки. Да, это лидером. Итак, кто же, Вайда или Каль? Бронзовый призер Олимпийских игр, либо Олимпийский чемпион Афин. Повторяется во многом в финале. Ну, вот Атила Вайда. Атила Вайда, по-моему, очень не... Сейчас. Ну, как сказать. Меньше 100 метров до финиша. И уже 5 метров в пользу Вайды. Да, уже корпус лодки. И, по-моему, Дэвид Каль чуть-чуть сбавляет. Но Меньков держится на... Да. За третье место. Битя между Меньковом и канадцем Томасом Холлом. Ее выигрывает американский спортсмен. Североамериканский спортсмен. Канадец, да.